На самом деле я бывал уже в Азербайджане. Кажется, это было в 2012 году. Тогда Украина председательствовала в ОБСЕ. Я тогда готовил цикл материалов о так называемых замороженных конфликтах. Поэтому об этой войне, конечно же, было известно. На тот момент, лично для меня и для Украины, это все-таки была история более отстраненная, чем, скажем, сегодня. Потому что в 2014 году конфликт появился у нас территориальный. Как вы знаете, часть территории Украины аннексирована, часть оккупирована. Поэтому с 2014 года Украина стала более внимательно следить за Карабахским конфликтом. И однозначно мы все эти годы чувствовали поддержку Азербайджана и по голосованиям в ООН. Точно так же, как и Украина всегда поддерживала в этом конфликте именно Азербайджан. Что касается масштабов разрушения, то это город Агдам запомнился больше всего. Там мы были позавчера. И я был просто поражен этим масштабом. Как военный журналист я освещал десятки различных конфликтов. И мне даже не с чем это сравнить. Разве что город Хомс в Сирии и то. Тотальные разрушения там произошли только в некоторых районах. Но вот так, чтобы весь город был в буквальном смысле стерт с лица земли, такое я вижу в первый раз. И для меня это просто оставило неизгладимое впечатление. Я думаю, дело здесь не только в банальном мародерстве, а и в том, что это был некий такой сакральный акт. Просто показать азербайджанской стороне, что вам некуда возвращаться. Здесь уже ничего не осталось. И просто, ну это было некое стирание памяти об Азербайджане на азербайджанской земле. То есть это действительно, ну такой, знаете, некий геноцид, я считаю, произошел в отношении жителей этого города, в отношении этого города. И вы знаете, еще больше был впечатлен, что азербайджанские власти намерены этот город восстановить. Сейчас мы находимся в районе Фезули, где в эти минуты строится аэропорт. И, честно говоря, аж мурашки по коже, какие темпы строительства, как быстро все меняется здесь к лучшему. Буквально в ноябре прошлого года эти территории только освободили. Прошло каких-то три с небольшим месяца. И мы видим, здесь уже проведены очень большие работы. Когда президент на пресс-конференции говорил об этом, я даже не мог вообразить, что действительно уже проделан такой большой путь. Ведь эти работы, они означают, что до этого уже были все проектные работы проведены. Это же не просто вот загнали технику, и она тут работает. Это все производится уже в рамках проектных работ. Соответственно, и коммуникации уже проводятся, и все остальное. Эти темпы ошеломляют, если честно. Я считаю, это самый правильный вариант развития ситуации. Потому что одно дело просто отвоевать и не дать этой территории развития. А другое дело вернуть сюда мир, порядок, законную власть и показать всему миру, что эта территория может достойно развиваться. Я думаю, что именно по этому пути идет Азербайджан.